Я вообще знаю ровно одного человека, который с детства считал, что вот он хочет быть актером театра кукол. Все в театр кукол так или иначе приходят достаточно случайно. Я не был исключением. Я поступал, естественно, на артиста драматического. Я поступал, прошел по конкурсу в Ярославском государственном театральном институте до третьего тура. Благополучно с него слетел. И вот просто остался, значит, горевать в фойе института. И как-то случайно предложили мне, ну попробуй на куклы. А я о театре кукол на тот момент не имел просто никакого представления. И я еще посмеялся, думаю, я такой достаточно высокий человек, метр восемьдесят шесть на тот момент был. И думаю, ну как они меня зашили бы, будут прятать и прочее. Но вот почему-то решил, да, я не знаю, почему меня взяли, потому что настроение было совершенно плохое к тому моменту. И я что-то там прочитал на отстань, что-то спел, что-то сплясал. И поэтому для меня было, конечно, дикое удивление, когда человек в зале, как выяснилось, будущий мастер курса, да, Борисов Вячеслав Вадимович, сказал, мы вас берем. Вот. И я тогда искренне не понимал, зачем мне этот театр кукол. В общем, жизнь кончена. А через полгода, вот когда мы уже полгода проучились наш курс, если бы мне тогда предложили перейти на драму, то я бы, наверное, отказался уже. Потому что театр кукол открылся для меня с такой неожиданной стороны, там оказалась такая бездна интересности и возможностей, что, в принципе, я не поменялся бы уже, не применял бы его на любой другой вид театра. На четвертом курсе, на финальном курсе института, когда идут уже дипломные спектакли, к нам приезжали из разных театров люди, предлагали попробовать свои силы в театрах кукол этих городов. То есть приезжали, я знаю, приезжали из Кирова, из Тольятти приезжали, приезжали из какого-то Ижевского театра, или не Ижевская, просто я ее не помню, и приезжали из Самары. А поскольку абитурент, кукольник, абитурент, выпускник, выпускник факультета театра кукол не имеет ни малейшего представления о реальной работе в театре, как и любой другой выпускник актерского факультета, там драматического, неважно, то я выбирал просто потому, что понравились тебе люди, которые приехали или нет. Вот люди из Самары мне понравились, я приехал сюда и, в принципе, не жалею. Вот я сейчас повторю слова одного замечательного артиста, когда он напутствовал выпускников в Ярославле, он сказал замечательные слова, он сказал, «Ребята, вот за эти четыре года вы приобрели массу нужных навыков, вы приобрели навык разговоров о театре, вы приобрели навыки распития чая по вечерам, вы приобрели еще много-много других навыков, там каждый из вас в течение 30 секунд способен придумать, поставить и блистательно исполнить спектакль, почему я не был вчера на мастерстве актера, да, или там на сценической речи». Единственное, чего вы не научились в театральном институте, это, собственно говоря, профессии, понимание того, что к часу икс должен быть готов игрок работы. Вот, и это ощущение, когда ты приходишь, потому что, ну, в институте же с тобой нянчатся, конечно же, да, то есть там спектакль ставится по полгода, мастер пробует разные сочетания, объясняет тебе, ну, там другая задача, там задача не спектакль выпустить, а тебя научить чему-то. Вот, и за это время, когда ты приходишь и понимаешь реальные сроки, да, что там в течение месяца бывает там трех недель, да, 21 репетиционная точка, ты должен выйти и в конце сыграть готовый результат, то, конечно, очень часто выпускник к этому не готов. Субтитры создавал DimaTorzok